всех приветствую мои родные любимые сердцу вам дорогие веганы христолюбчики и братцы все сестры кто попал на это видео и все кто желает познать истину кто жалчит алчит и жаждет правды у нас с вами сегодня в рамках циклов видео ответов на вопросы и оправдания людей убивающих животных и пожирающих их труп трупы ради в угоды своего чрева в угоду своим чреву ненасытному алчному ради беса который сидит у них в горле ради удовлетворения горта на песе своего из этот аргумент у нас 8 или вопрос звучит так что станет со всеми животными если все люди станут веганами что же станет со всеми животными если все мы станем веганами они вытеснят нас или нам придется убить их всех а затем избавиться от их тел вы знаете такой вопрос я веганство всегда проповеду только через одну призму это призму любви это любовь к животным либо наоборот к ним ненависть кто не веган да но при этом я сам как вы видите читаю такой цикл говорю такой цикл делаю такой цикл видео в которых вот мы затрагиваем разные вопросы вы знаете этот вопрос конечно же когда он звучит из уст таких труп ожоров да не веганов людей но якобы беспокоящихся куда же нам теперь этих животных девать хотя в этом же сразу сразу вопросе видно что он не столько животных беспокоит сколько себе они же все займут вокруг и куда же нам деваться и нас вытеснят слушай во первых когда сейчас они в загонах а ты их не кормишь да никто тебя не вытеснят власть осна в этом поговорим я между что знает что из уст вот конечно же людей не желающих упорствующих возле конечно вопрос звучит лицемерно потому что он якобы подразумевает о себе заботу с другой стороны вот я этот курс так скажем этих лекций читаю да эти ролики выпускает конечно не жалею я сам когда впервые услышал это видео и да на канале аз есим и их очень с огромным удовольствием и интересом прослушал я для себя все равно я прокачался в этом плане я еще что-то для себя подчеркнул я над многим вопросами труп ожоров сам не слышал или не задумывался или еще не не случалось встречаться я удивлялся и вопросом конечно же тупым и бессердечным я удивлялся и тому как это интересно правильно на них отвечает очень мудро да и вот конечно же этот вопрос он может действительно быть и знаете со стороны человека уже желающего стать веганом или ставший веганом вопрос сам по себе неплохой тоже такой ну поэтому ответить на него важно да и вот сегодня мы это и сделаем это еще один часто аргумент в читаю я не пользуюсь своими речами как статейными читая вам с книги ну перевела да ладно не суть важно короче некий это землянин проповедник веганство из англии вот это его тексты всем рекомендую посмотреть почитать его посмотреть его ролики еще один частый аргумент вот это да оправдание нежелание становиться веганом и он довольно интересен я здесь с этом согласен ведь вот так сходу довольно сложно понять что же действительно станет со всеми сверху с животными если все станут веганами давайте начнем с того что само производство животных продуктов сильно зависит от спроса на них а это значит что когда мы идем в магазин и покупаем какой-то определенный продукт мы повышаем спрос на него поэтому фермеры не будут продолжать разводить животных если они будут знать что никто не купит что их никто не купит ведь это просто экономически невыгодно стоит также учесть что весь мир ну первое это ничего нового не говорит а даже так быстро вам зачистую но в принципе надеюсь в случае слушаетесь можете с экрана всегда эти тексты специально старая сделать достаточно крупно чтобы никуда уже не обращаться никакие ссылки не давать хотя ссылка есть на моем сайте на страничке ответа на вопросы о веганстве там вы все это найдете можете почитать более глубоко вдуматься если интересно ну может прям читать с поставив ролик на паузу но это ничего нового не сказал о чем уже все мы давно знаем кто кто видел или слушал я как-то записал сказку даже несколько сказок детских на канале христалю библия о веганстве там даже в детской сказке рассказано как ну все это подано про закон спроса и потребления да то есть не будем покупать не будем проплачивать убийство этих животных их перестанут убивать вот ну просто это как бы еще раз об этом напомнил об этом законе да но опять же это один только человек перестал завтра второй завтра третий это к этому и подводит в принципе следующего фраза то есть он напомнив нам о законе спроса и потребления что спрос раздает предложение конечно же кто знает в экономике это забыл правильное слово когда туда-сюда такой значок это взаимо обратный процесс на самом деле хоть и говорят что спрос рождает предложение на самом деле предложение тоже рождает спрос кто глубоко занимался экономик экономической наукой ну или хоть как-то я вот знаю что именно это так хотя и очень любит говорить только что спрос рождает потребление это не так вот спрос спрос появляется когда и что-то кто-то предлагает новенькая сразу на это новенькая появляется спрос потому что человек не будет спрашивать то чего он не знает в общем то так двигается вся все развитие человечество кто-то изобрел это материализовали произвели благодаря этому изобретению какой-то продукт может быть линейку продуктов и они стали пользоваться спросом то есть да то есть потенциально то спрос на них всегда был но это где-то в глубине но человек не знает что спросить да это важно понимать но суть не в этом действительно это это чисто так скажем невидимая сторона этого закона до что спрос потенциально всегда существует на что-то новенькое интересненькое нужное сладенькое и так далее да но в реальной жизни если это потом не окажется потребным да потому что это будет что-то негодное нехорошее или почему-то не будет браться в частности мясо до убитых животных если люди скажут нет труп убитых животных мы не хотим покупать что-то убитые животные не важно сладенько вкусненько да вот то все хочешь не хочешь отсутствие спроса убьет это предложение просто вот и все это действительно закон и вот тут это говорит что несмотря на всю вот эту так скажем какую-то парадигму что ли вопроса или оправдание до этой мысли вот на самом деле ответ на нее проще простого он лежит на поверхности стоит также учесть а это прежде всего надо понять что мир не станет веканским в одночасье я и выделил жирным текстом эту мысль в тексте это будет долгий и постепенный процесс растянутый во времени к сожалению с одной стороны потому что сейчас мы подойдем к другому вытекающему вопросу из этого на самом деле даже если сегодня но это первый вот ответ так узнаете это я бы сказал ответ вот тем это ответ труппажору кто сознательным противником истины да вот как иисус их называл лицемеров которые лжецы до слепые вождет которые люди которые просто подкапываются не зря сколько мы в евангелии своим читаем как христиане чтобы иисус все время искушали многие вопросы воздавали не с целью получить ответ знание какие-то и тем более последовать потом этим знанием многие вопросы ему были заданы с какой целью просто искусить его подловить до унизить там что-нибудь и так далее поймать в какой-нибудь неправде вот здесь тоже самое это ответ до лукавым труппажором не станет мир в одночасье вы же упираетесь вам талдычишь днями ночами месяцами годами и хоть бы хны вам ничего вам не слезы не страдания не крики не вопли ничего не может перебороть на чаше весов перевесить вашу похоть поэтому мир конечно веганским в одночасье не станет а соответственно тут давайте мы сразу тогда поедем тексты и дочитаем а это значит что число веганов с каждым днем будет расти постепенно а спрос на сельскохозяйственных животных постепенно падать то есть это естественный процесс так что к тому времени когда мир будет интересовать только веганы господи когда же это будет мы вряд ли столкнемся с ситуацией когда некуда будет девать сотни миллиардов сельскохозяйственных животных которых нам придется либо выпустить на волю либо убить ну как в общем то и был задан вопрос да ведь количество животных будет уменьшаться пропорционально увеличению количества веганов во многих случаях дискуссия приводит к появлению нового аргумента о котором сейчас поговорим но я еще раз подытожу вот эту вот мысль конечно же люди когда становятся веганами прекращают спонсировать эти убийства убийство эксплуатации то что веганское то очень обширное движение любви к животным это касается и не убийств их ради одежды ради экспериментов эксплуатации убийство ради экспериментов ради там якобы доброй медицины это и ради развлечения цирки зоопарки все вот эти дельфинарии это и ради развлекаловки убийство типа вообще типа охоты вообще дьявольской какой-то вещи страшной и конечно же когда люди перестают это спонсировать то есть перестают что создавать спрос наоборот это спрос уменьшает никто не будет выращивать этих животных на убой потому что их не для кого убивать зачем их выращивать вся индустрия животноводство она тупо стоит на бабках во главе кто всем этим правит это алчные жадные похотливые бога ненавистнические тоже бог есть любовь и жизнь бога ненавистнические люди ненавидящие все добро и все самое светлое именно они все это спонсирует проповедует если вы не будете этого делать все и это не станет в один день поэтому те труппажоры которые подыскиваются прекрасно понимать что они не правы и вот правильный ответ на этот вопрос не станет постепенно да это к сожалению может быть но второй вариант давайте мы чуть-чуть отложим потому что в принципе это о нем скажет и подведем тоже итоги это если даже бы завтра все стали веганы на самом деле ответ на этот вопрос тоже очень элементарный очень легкий и и это никак не может явиться поэтому вот эти вот все оправдания до тому чтобы не становиться веганы если бы мы не разводили этих животных они бы вымерли на это утверждение можно посмотреть с нескольких сторон зрения во первых сельскохозяйственные и так ну и тут давайте прочитаем то мне скажу во первых сельскохозяйственных сельхоз животных и так не существовал бы в дикой природе мы выборочно селекционировали и изменили этих животных поэтому изначально в природе их не существовало например мы искусственно вывели породы молочных коров которые дают в 10 раз больше молока чем они давали в природе а куры несушки на сегодняшний день откладывают до 300 яиц в год это в десятки раз больше чем они неслись в дикой природе учитывая наше вмешательство такие животные вряд ли смогут выжить самостоятельно в дикой природе поэтому для выживания нужен будет уход и забота человека и вот на этом остановимся вот откуда у этого это до гениального светлого человека такие познания ведь он говорит все что соответствует истине любви добру богу и настоящему христианству я буду говорить как христианин ведь кто знает библию и читал как минимум первую главу тут прекрасно знает что бог сотворил все и сделал это прекрасным и каких какой хотите употребляйте слова либо наоборот что все животные были дикими но это не очень хорошее слово но и слова домашние тоже не очень правильно тоже не было никаких не диких не домашних животных было просто рай на земле было царство любви всего живого друг между другом вот какой мир прекрасный сотворил господь еще для радости блаженного счастливого бытия наслаждение жизни совместного всем живым существом кто способны испытывать радость через наслаждение и страдания через боль соответственно но правда страдание и боль может причинять только живые существа друг другу или наоборот радость бог никому не причинял но природа она зеркальная у каждой медали есть две стороны если мы никому не будет мы мы способны испытывать боль через страдать но мы можем не испытывать если на меня никто не будет причинять на эту тему у меня есть ролик о плоти и природе тел людей животных в раю при сотворении богом неба и земли все что на них при сейчас не жизни и при будущей жизни в царстве божьем тысячелетнем на земле с иисусом христом и в царстве небесном если хотите найдите этот ролик на канале и посмотрите если не найдете напишите в комментарии я дам прямую ссылку и еще один ролик у меня есть на этом же канале где назвал его тоже домашние животные или хищники счет я не помню это я должен был разделить ну ладно не суть важно тоже в комментарии пишите я дам прямые ссылки в принципе все есть подобные ролики связано со всем этим есть вот в этом плейлисте где этот ролик находится называется на моем канале веган во христе или постоянству в любви пост постоянству в любви поэтому никаких диких животных от начала не был не было и домашних было просто царство любви всего живого и когда люди подняли свою руку на беззащитное животное что сделали адам с евой убили сажали первое то что убивали их и мучили до потопа и только после потопа но якобы в библии написано от лица бога бог якобы влагает это в природу животных дострашаться все звери земные они не страшатся не потому что бог вложил это в природу потому что животные люди убивали животных естественно когда тебя бьют палки по голове ты бежишь от этого человека от этого существа вот что случилось после потопа хотя до последнего животные любили человека и не было никаких не хищников никого нож а потом люди стали бесами можно сказать в животных тоже самое перевоплощаются поэтому нынешний хищника все мы их видим это в основном своим бесы или люди которые ненавидят все живое и поэтому конечно же все что мы видим я в то в тех роликах говорил все живую природу этот якобы домашние животные это люди жалкие ничтожные корыстные похотливые люди лишь этих животных стали одомашнивать так скажем насильственно насильственно если первые животные как и первые люди отдам съев должны были любить друг другу добро добровольно и свободно потому что никто никому не делает зла и только радует то все домашние животные сидят у нас в клетках даже домашние животные они все сидят у нас на поводках они все живут у нас в загонах даже так называемые домашние животные человек посмотреть как они живут у них есть свобода нет даже собачки которые с нами в основной своей массе это редкая там собака вот и в которой возможно просто душа человеческая на сегодня живет почему-то она вот такая вот чувствует человек и действительно знает свой дом там может спокойно ходить основную массу мы держим всех на поводках на ошейниках мы держим в клетках и загонах и это мы называем домашними животными что своих домашних мы не держим в клетках да ну люди до безумия доходит конечно могут и людей в клетке посадить есть там люди совсем уж и голову теряют и детей своих куда-нибудь там в ящике запирают сколько всякого сейчас можно увидеть в новостях и поэтому все это домашнего ли конечно же это был только ради одного это не рай мы что домашнего ли животных ради их блага что ли нет все это домашнего животное делали грешные сатанисты люди не знающие бога поэтому все даже кто сейчас вот якобы там знаете домашние животные я считаю что у веганов никаких домашних животных не должно быть я конечно с ни в коем случае не призывая уже который у вас есть выкидывать этих домашних животных о чем мы сейчас и закончим сегодняшнее видео конечно же вы теперь обязаны не заботиться до конца жизни но я убежден вот поэтому опыту жизни по тем знаниям которые обладаю которыми с вами делюсь никто не должен заводить никаких домашних животных все эти домашние животные вы будете их точно также они будут вашими домашними только не потому что они в свободе любви вернулась райская природа они сами к нам подходят ластиться живут с нами в мире нет а потому что вы их просто на них повесили ошейник все единственное что может веган себе позволить в плане животных вот я живу сейчас и уже давно в принципе последние года на земле в частном доме в лесу можно сказать да в селе да если ко мне приходят животные тем более нуждающиеся уже здесь я в новом месте сейчас живу уже полгода до кто видел на канале на другом моей жизни на лаве там котенок из леса прибежал я его естественно ее девочку там выкормил выпаял веганским питанием конечно же да и все но она она и она ушла дальше она пожила у меня там три месяца встала на ноги и все несмотря на то что она была достаточно любвеобильная тоже ко мне ластилась я ее пустил свою кровать да все и дал пожалуйста же и не хочу но при этом никакого отшейника никаких закрытых дверей наоборот как всегда сделал дырку кто знает по американскому стилю с такой этой дверцы открываешь все она жила своей жизнью хочешь туда хочешь сюда ну она выбрала пойти гулять дальше ну и на здоровье мне некоторые писали вот не понимающие эту истину даже веганы ой да что надо бежать искать я говорю я никого бежать искать не хочу если бог благословит да и мне надо будет я люблю животных я очень люблю животных именно потому что я их люблю я и не порабощаю их если бог благословит меня тут смотрели фильмы из винтура с джимом керрина старый нам смотрели все вот я тут и так буду жить в животных как говорит в диких да они будут меня и так окружать и ходить тут что только нету где сейчас живу тоже тут и заповедные леса если бог благословит они так будет ко мне идти не будет причинять вреда не мне там не моему дому не моему там урожаю и будут ластиться я с радостью буду и подкармливать и гладить и сам радоваться получая от созерцания их там радости общения игра играть там что-то с ними вот и все вот так только мы должны это единственный правильный путь и кстати то что ты мне тоже хочется мне там собаку не хочется завести хочется только я понимаю что мне хочется это моя хотелка и опять ее порабощу я понял что это такая же моя расплата в этой жизни да я знаю что я вечен как и все вы и будет еще царство любви где все живое будет любить друг друга но в этой жизни это расплата до единственного бог может вложить сердца этих животных благодаря тому что в твоем сердце любовь к тебе и так будут все животные ластиться так что тут надо лишь свою похоть опять умерить даже похоть хотелки святого человека да и ни в коем случае ничего свободу не нарушать вот у нас тут есть и волки и лисы пожалуйста чем не собака если бог ему вложит любовь ко мне будет приходить и играться со мной так вот и все а со заводить собаку сажать ее на цепь на заборы тут опять километровый восстанавливать то что собаку заведешь соседями проблемы начнутся если на поводке держать не будешь заведите хаски и узнаете какие у вас будут отношения с соседями это будет все вырыто все разрушено но это же якобы вы хозяин вам будет претензии а так никаких претензий и это правильно я надеюсь вам эта мысль понятна поэтому все что все все домашние животные это все всех их создали бесноватые люди это люди желающие всяких разных похотей всех животных которые домашливые это диких животных буду выражаться современным языком я уход не не нравится эти слова но никуда не падение не подним не падение будем выражаться тем что есть это все плоды плоды злых рук человеческих злые плоды гнилые плоды злых рук человеческих потому что всех этих животных лишили лишили божьего закона задумки природы жизни они все спокойно жили свинята это вообще-то кабаны как называют в дикой природе они спокойно живут без человека и зимой и летом есть у них все и одежка и пропитание вот это все как они будут жить без нас так это же вы из них сделали уродов возьмите своего ребенка до закройте его в коробочку выбить ему все зубы отрежьте уши на много он будет способен у как он будет тогда в мире жить конечно никак а что вы сделали с этими животными вы полностью лишили их всех природных все что господь им дал для выживания в природе иисус говорил такую фразу да что бог о каждой маленькой птички печется уж тем более о человеке и уж тем более не оптических а более там высоких допустим живых существах но иисус сказал прекрасную фразу о самой маленькой птички бог заботится без нашего попечения все эти коровы что все это было не было в природе все было все без нас было причем было в тех странах где они должны были жить в тех средах обитания в которых они должны были жить зачем мы завозим теплолюбивых животных неспособных жить там в холодных территориях зачем мы все завезли это кто сделал кто их про кто просил человека делать от животные нет бог просил нет то есть люди сами когда начинает там ой а что ж там в сибири есть мы кстати это вопрос разберем а какого-то вообще в сибирь поплесся у нас жить негде у нас без сибири есть где жить а в олени в сибири по-моему это по-моему чукчи туда заперлись зачем-то там режут этих оленей олени без чукчи там отлично северные жили и выживают и находят себе еду так кто виноват то олени или чукчи которых режут кто вас туда вообще тащил живительность на здоровье вон россии зачем тебе этот север земли шестая часть суши вы ездили по россии но кто русскими я слышу тот знает если вообще по стране ездил кто не русский я вам расскажу это вам не европа где там от дома до дома два метра это километры пустой земли живи не хочу кому хочешь зачем мы на этот север поперлись и так куда ни тыкни любой аналог так называемого домашнего животного якобы выведенного человека это все злые дела творения рук грешников вот и все они все эти животные спокойненько жили и будут жить в природе в то в тех естественных условиях обитания в которых их и создал господь вот и все это вот тоже очень важно понимать но и на чем мы закончили то читая творение это поэтому для выживания нужен будет уход и забота человек да и тех которых мы уже изуродовали по-настоящему изуродовали это мы изуродовать никакая корова никогда никакого молока не давала столько ни одно животное не дает молока сверх того что нужно ее чаду ни одно животное у женщины заканчивается молоко когда проходит период грудного вскармливания и так абсолютно всех животных это люди стали все извращать люди стали отбирать теленку перерезать ему глотку да и даете эту корову и там все это все больше и больше и больше никогда этого не было в природе бог этого в первой главе никогда не говорил бог сказал что всякая всякий человек будет питаться все что растет плодами земли то что растет как и на земле и падать с деревьев но по сути деревья тоже земли растут все это плоды земли вот и все никакого не молока ничего не меда нам не надо это очень важно понимать ну и теперь для тех даже кто действительно из добрых побуждения задуматься таким вопросами на правда если мы до сейчас станем все веганами что же делать с этими домашние животные до убить мы их уже не сможем потом как пытается трупажоры под колой до что мы в деку природу отпустишь во-первых они погибнут действительно какая-то часть если вы живет как она там будет жить они не смогут адаптироваться сразу пожалуйста а кто расплачивается за свои грехи не собирается никто кто должен расплачиваться животные опять так мы и должны расплачиваться а в чем наша расплата будет уклоняйся от дла и сотвори благо более того мы еще ничего благового начав потом заботиться о тех кого мы сами всячески изуродовали изнасиловали да и и из и завратили не нашли это долг священной искупить свой грех это еще не добродетель мы еще доброго ничего не сделали всех тех домашних животных как я уже сто раз показывал вам в кавычках которых мы создали мы теперь обязаны обязанных наш долг это не добродетелище мы ничего хорошего не делаем только пытаемся и грехи загладить мы обязаны о них теперь заботиться до холить и лелеять и постараться всячески обратных вернуть к естественной жизни к природе жизни первое показав им свою любовь и и и вернуть их сердце да помните как в библии веру вернуть сердца отцов детям вот вернуть им те сердца которые дал им бог когда-то в раю чтобы они снова нас любили и ластились и ласкались к нам и доверяли на и делать это до естественно смерти каждого так называемого домашнего животного проходу там это я вообще все молчу этих охотников самих надо к стене поставить и расстрелять всех это вообще не люди о них разговора никакого нету какой заботе если эти люди убивают ради развлекаловки это вообще отморозки кончены когда мне там говорят про агрессивные проповеди слушайте я громнейшими агрессивные проповеди моя бы воля как говорят я бы не знать что я с ними сделал это просто бестолочи как еще говорить этим людям люди вообще убивают просто ради развлечения просто многие не берут потом этих отдают кому-нибудь просто развлекаются ходят убивают живое существо кого убивает-то да вружу до зубов вооруженный дебил стреляет в зайчика десятером на вертолетах загоняют там тигра медведя да ты пойди сни на него с голыми руками ну или хотя будут с таким же ножичком соответствующим вот с таким лучше с его когтями ну какие ну хорошо вот такие у него когти ну вот с такими с такими клыкаем вот такой ножичек возьми себе ну хорошо один два три хотя бы честная битва будет а когда вас 20 дебилов на вертолете летит какая же это честная битва какие у меня еще должны быть не агрессивные проповеди а как говорить об этих людях это люди это не люди это черти давайте почитаем что это говорит поэтому для выживания им до нужен будет уход и забота человека однако в мире всегда будут приюты для животных и люди которые готовы вкладывать свои деньги и время в заботу о таких животных а я бы здесь это даже добавил немножко мы же говорим в ответ на вопрос а что если все станут веганами значит не просто будут какие-то приюты они сейчас есть как раз от каждого человека это исходит как есть желание возможности вот именно это делают но это опять при постепенном так скажем а вегане воне мира да а если все так и все что мы не сможем все обо всех позаботиться мы все остались веганами а веганами мы стали зачем вставить стали любить животных мы что они внизу не позаботимся до конца жизни почему они там живут то да возьмите всех животных, сельскохоз животных. Что там, курица, 6 лет максимум даже при заботе, и то уж плен заберешь, когда они уж плен дохлые будут, и плен срок отжили. Сколько нам о них заботится-то? Сколько там проживет корову, которую уже, может, 5 лет там насиловали и доили? Еще год протянет. Нашим детям-то не достанется при жизни каждого трупажора, ставшего веганом. Все это изменится. Вот и все. Поэтому что? Наш священный долг будет наше покаяние явить сотворением деятельных плодов. Вот и все. Это что? Сложно так понять? Поэтому не просто найдутся люди, а каждый веган обязан, если он говорит, я стал веганом, я люблю животных, действительно все в мире проявлять к этому заботу по возможности. Я, конечно, не говорю, что все в квартире смогут себе потеленку взять, но вот именно у нас полно земли, полно людей, которые живут на земле. Те, кто живут в квартирах, могут спонсировать, помогать, поддерживать тех людей, кто будет, да, вот эти приюты какие-то в деревнях организовывать, и чтобы этих животных, конечно же, кормили, пищу присылать, как угодно, назовите. Это все элементарно организовать было бы желание. Ну и к тому же, во-вторых, если мы искореним животноводство, природа восстановит естественные среды обитания животных, которые мы когда-то уничтожили, полями, пастбищами и фуражом. Таким образом, мы позволим природе восстановить, естественно, биоразнообразие и баланс. Если учесть тот факт, что животноводство это основная причина того, что сегодня мы стоим на пороге очередного массового вымирания видов, если вам действительно не безразлична судьба животных и их выживание, становитесь веганами. Ну и здесь Эд выражает такую мысль, с которой согласен даже тоже ее еще до разовью, о том, что как я вам уже, в принципе, то, что сказал, мы с вами прекрасные, я думаю, здравые люди, кто меня служит, понимают, что все эти животные, у них срок жизни достаточно короткий по сравнению даже с человеческой жизнью, с естественной человеческой жизнью, их естественная жизнь совсем недолговечна тоже, недолгосрочно, и даже позаботившись о тех, больше не разводя никакого животноводства и уничтожив ее вообще на корню, в принципе, во-первых, начнут действительно возобновляться природы, а природу Бог так создал, что несмотря на то, что мы ее всячески беспредельно уничтожаем, она настолько возобновима и восполнима, Бог такой закон жизни в нее дал, ибо Он сам есть эта жизнь и любовь, и бессмертие, и созидание, что только где-то момент есть возможности что-то пробиться, да, тут же Господь везде своей жизнью пробивается. Сейчас таких случаев, кто смотрит какие-то передачи, фильмы документальные, апокологии, там, о животных, зато знает, я не буду ничего приводить к примеру, кто захочет, кто поинтересуется, знает, как у нас там какие-нибудь мировые озера, какие-нибудь великие там места, которые губили, какие-нибудь катастрофы были, техногенные или даже природные, пожары там, и как все это быстро восстанавливается. Это действительно так. Бог есть жизнь, Бог есть созидание, и цвет, и радость, и все вместе. И, конечно же, восстановятся, во-первых, среды обитания этих животных, и, если мы перестанем больше их разводить, все, кого мы одомашнили, мы не придумали этих животных. Если вы вдумаетесь, и захотите подумать, просто немножко своей головой, вы увидите, что все абсолютно домашние животные это в природе есть дикие. То есть, мы даже не всех, так называем, диких одомашнили, но все, которые домашние, абсолютно все есть в дикой природе. То есть, поэтому этих мы просто дохаживаем, а вся остальная природа остается. И от того, что мы свинюшку, в отличие от кабана, лишили даже там всего, у нее даже, у кабана, во-первых, клыки есть, у свинюшки нет клыков, хотя она не хищник. У нее более в лесу обрастает, она там вот таким вот пуховиком обрастает тоже. Кабан спокойный, кабаны живут в лесах зимой, и не требуется заботы, да, рук человеческих. А, конечно, свинюшку, которую уже там вырастили, годами держат, он в таком загоне, пусть и полутеплом, конечно же, у нее меняется все вот это, может быть, даже на уровне, как говорят, ДНК там, да, и она уже не так там обрастает и так далее. Вот. Ну, этих-то мы больше разводить не будем, а те сами размножатся, и все будет хорошо. Вот так вот, то есть природа действительно, и вот просто Эд, по-моему, об этом не сказал, или я между строк как-то не могу прочесть, как будто он это не касался, не только сама природа, но вот она подразумевает, что не только, в смысле, или я так считаю, что природу, в смысле природу растительную, но и животную, да, то есть все абсолютно нормализуется, и будет полный баланс, и все так называемые домашние животные, они есть все дикие, и они все и так будут дальше спокойно жить, размножаться в свободе, в той природе, в тех местах обитания, где и они живут, и с года в год, и с тысячелетия в тысячелетие. Вот и все. Вот вам простой вопрос, ответы на простые вопросы. Конечно же, аргументы, скажем, как это сказал, действительно интересны, поговорить о нем стоило, это, как всегда, вы знаете, вегана особенно, уже утвердит, просто если вы никогда не задумывались, не слышали, не пытались ответить, трупажором убийцам, на такое оправдание, на такой вопрос, лишний раз просто вот сами, когда я дослушал, читал потом все это специально в текстах, чтобы можно было более внимательно, сосредоточено, все это переосмыслить, ты удивляешься, что вот насколько, когда свет и любовь, она как бы добро, оно не нуждается в доказательстве, но даже если добро, ты пытаешься аргументировать, объяснить, оно действительно, и с ним спорить бесполезно, вот он, он свет, любой, мы с вами, сколько уже, 8 вопросов оправдания разобрали, еще вот нам предстоит, как минимум 15, да, я уж там за 30, сам уже некоторые сейчас пишу, чтобы потом материал был, все они за веганство, естественно, хотя эти вопросы, оправдания, действительно исходят из уст убийств, труппажоров, но они проигрывают всегда, всегда, какой, какой не возьми, какой не возьми, ну, а в конце, всегда вам показывайте баннеры, запомните, и помните, вы это и так все знаете, точнее, знаете, просто этому надо открыть свое сердце, истина, она не потому, что христолюб что-то вам там проповедует, христолюб лишь стучится в окаменелое сердце, оно у вас и так есть, роль меня или таких, как я, любых человеков, становящихся на путь святости, истины, добра, любви, они не сделали ничего такого, кем они не были от начала, и кем они должны быть вечно, человек, свят и добр, Бог есть любовь, мы все на этой земле земляне, земля принадлежит не только людям, Бог нигде, когда Бог сказал, что вы господствуете, будучи сам господином, подразумевалась забота и попечения, добро и ласка, а не тирания и насилия и убийства, иначе тогда чего жаловаться на злого Бога, религиозника, тогда и с вами, как Господь сказал, поступит Бог так же, как вы поступали с другими, вот и все, ну а религиозники, хочу, чтобы когда-нибудь осознали простую вещь, что вот именно тех, кого нам верил Господь, мы религиозники, все так боятся ада, в котором их будут жарить черти, так вы этот ад для животных, реальный, причем не какой-то виртуальный, а реальный, создали здесь на земле, и являетесь в нем этими самыми бесами, которые в будущем будут на самом деле и вас потом так же жарить на вертелях, вы это сделали сами здесь, вы Богу и себе показываете, чего вы хотите, чтобы было с вами, вы и вкусите когда-нибудь то же самое, это очень легко действительно понять, что в данном мире для животных, для живых чувствующих душ, душ, душ живых, такие же как у людей, тел таких же как у людей, которые чувствуют страдания, когда им причиняют боль, чувствуют радость, наоборот, когда им причиняют, не причиняют, а наоборот делают, когда их ласкают и гладят, то вот для этих животных, душ живых, если бы у них была религия, трупажоры самые настоящие бесы, и в этой религии каждый трупажор до них самый настоящий дьявол и сатана, неужели вы этого не видите, неужели вы настолько, имея глаза, ослепли, имея уши, оглохли, вы не видите их мучений, страданий, и слез, вы не слышите их криков и воплей, что с вашим сердцем, что с вашими мозгами, они превратились просто в лапшу, которую вы хаваете целыми днями друг у друга, ваше сердце – это камень, неужели вы этого не понимаете, о каких там небесном царстве вы грезите, о каким царстве Божием со Христом вы грезите, Бог, придя во плоти, никого никогда не обидел, это ваши слепые, вожди слепых, дети дьявола, извратили вам бумажки, в которую вы теперь верите, что якобы Иисус там убивал животных, пожирал их не трупы. Это же чушь, это же чепуха. Желаю всем покаяния, становления на путь света истинной добра и любви, сначала своей собственной жизнью, а затем вы поймете, как это нести всем окружающим людям. Субтитры создавал DimaTorzok